Лариса Гузеева Лариса Гузеева Для Елены внешность, возраст, вес, цвет глаз и социальный статус мужчины не имеют никакого значения. Харизма и обаяние – это единственное, на что она обратит внимание при выборе спутника жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. 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 Игрушки. Да, для вас. Следующий год – год петуха. И так как время летит очень быстро, что скоро будет Новый год, я решила подарить вам… Заранее. Заранее. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Катушка. Наша девушка. Ну да. Смотри, рукавчик забит. Елена, у вас семеро детей. Да. Сколько внуков? Девять. Молодец. А дайте посмотрим детей-то. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы сестра, Галина родная, да? Да. А у вас сколько детей? Двенадцать. Двенадцать. Опа. Мощно. АПЛОДИСМЕНТЫ И это только часть, да? Да, мальчиков нет, да. И внуков нескольких нет. Ну есть зять. А есть что с него взять-то? Есть, есть. Есть, ну хорошо тогда. Девчонки, вы внучки или дочки? Внучки. А вот маленькая что-то показывает на себя, хочет сказать, дайте ей микрофон. Скажите про бабушку. Какая у вас бабушка? У нас бабушка очень хорошая, мы ее очень любим. Она последняя у нас. Она очень красивая. Мы хотим ей пожелать удачу с Киллой всей семьей. Ну хорошо, все, спасибо вам большое. Женщина очень интересная на самом деле. Вопрос в чем? Откуда у нее столько детей? Сколько у нее мужей было интересно до этого? Как ты думаешь? Сейчас она расскажет. Когда вы решили, что хотите большую семью и много детей? Либо это было спонтанно. Ну рождались и рождались. Нет, нет, не то что рождались. У меня мама работала в детском саду. И мы с сестрой всегда были у мамы на работе. И всегда я играла с детьми. Музыкальные занятия, все программы. Мне очень нравились дети. Чужие. В 20 лет я вышла замуж. Вот родился сын. Потом родился второй сын. Мне так хотелось девочку. Хотелось бантики, юбочка, чтобы трусики были видны беленькие, гольфики. И думаю, вот надо мне родить еще девочку. А все от одного мужа рожали? Пока да. Пока да. Пока он не провинился. Я когда была беременна третьей дочкой Иришкой, я поехала посмотреть, как он работает на работе. Оказалось, на работе его нет. И сказали, где он. Он в кафе. И зайдя в кафе, я увидела, что он там не один. Ну, наверное, подозревали что-то, поэтому поехали посмотреть. Что-то сердце, наверное, не просто так. Нет, нет, нет. Пойду-ка я посмотрю. Конечно, нет. Конечно, думаю, что-то подозрительно. Саша, тебе нравится? Очень деловая, очень, как бы, самостоятельная. У всех детей тебя не смущает? Ну, подняла, вырастила, значит, очень сильная женщина. Вот вы его видели с девушкой, вы подошли? То, что подошла, морду разбила ему. Ему, ей. Ему, а она-то здесь при чем? Ему, конечно. Ну, мне одного удара хватает, я волейболистка, у меня удар хороший. Вот. И вот, я раньше с Рока родила, и потом он приехал в роддом, просил прощения на коленях, все умолял, что все это вот случайно. Да, простила. Простила все-таки дети, как я была одна. Это вы вот так родили третьего, но у вас их семеро, рассказывайте дальше. А четвертую, вот я с ним и четвертую тоже забеременела. Случайно или просила, или прям вот хотели забеременеть? Нет, случайно. То есть вы ей не предохранялись, да? Нет. Никогда? Никогда. А отчего так? Ну, нет, я пыталась, но организм не воспринимает, отторгает все. А с таблетками то забыдешь выпить, то еще что-то, то одно, то пеленки, то вляжешь. А муж мог содержать четверых? Да, 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 все содержал, но потом не вынесла душа поэта. Не вынесли чего? Он не вынес плач, ночные вставания, вот эти детские садики, возить туда, возить сюда. Полно контрацептивов, от которых можно как бы предохраняться, если любишь заниматься любою, но понятно, что про это не надо. Не надо, не любишь заниматься. Ваш муж ушел после четвертого ребенка? Да. Вы его не держали? Нет. Не говорили абсолютно ничего, да? Нет, нет. Ну, ушел, ушел. Ушел, ушел. Ну, чем такой муж, который допоздна на работе, лучше вообще никакого. Послушайте, ну вы же понимали, от кого рожать. Вы же с ним жили, это же ваш был выбор. Да, да, мой выбор. Да, никто не бил. После четвертого поняли, что ошиблись? Нет, ну я не думала, что он так будет дальше себя вести, люди меняются. Как? Ну, конечно, он работал целыми днями, чтобы вас содержать. А как вы хотели, чтобы он и дома был, и помогал вам по дому? Все равно женщина принимает решение, сколько детей иметь, никак не мужчина. А вы как хотели, чтобы он был и рядом, и еще бы выносил горшки, и ставил в очередь за молочной смесью, и деньги приносил? Так у вас дети погодки, 81-го, 82-го, 83-го, 84-го года рождения? То есть это четверо прям один за одним? Да, да. Вот это лотерия. Такая же с ума сошел, наверное, скажешь. Ну, и да, и я не держала его, ушел. А если бы он не ушел, он просто понял, что если он не уйдет, вы родите 21-го погодки. Ну, конечно, да, он так, наверное, думал. Я когда второй фигуре увидел, я рассказал сразу, это очень сильная женщина, очень сильная, самостоятельная уровень, да, она делает выбор. Там не совместный выбор, получается, не совместное влечение, она делает выбор. Вы с ним разводитесь? Да. А потом я, когда устроилась на работу... А куда вы устроились-то? Ваганьковское кладбище. И кем там, на Ваганьковской? Не могильщицей, что ли? Нет, приемщицей заказов. А-а-а. Оформляла документы. Вы там, наверное, неплохо зарабатывали? Да, хорошо зарабатывали, да. Очень даже неплохо, да? Могли позволить себе очень много. Отец детей помогал, естественно? Нет. А почему? Ну, не захотела, а на алименты я не стала подавать. Почему не стали подавать? Ну, я считаю, если мужчина хочет помочь, он поможет. Нет, это мужчина, если он вам не принадлежит, а если он отец детей, то он обязан помогать. А как? Слушай, наверное, тяжело, действительно, я была в этом возрасте так рожать, и она при этом еще умудряется, так сказать, сохранять себя в такой хорошей форме, руки в нее не опустились. А второй муж? А нет, это был не муж, это был просто любимый. Когда пришел он на работу, я увидела его, у меня вот... Он тоже на Ваганиковское кладбище пришел. А кем? Смотрителям. А за могилами, которые смотрят? Оформляют тоже за хранение. Могилы? Да. Ага. Вот, и у нас случилась любовь, у нас была африканская страсть. А встречались-то где? Дома у вас нельзя, у вас там детей сколько? Ну, у него, наверное, было где? У него было где встречаться. А, был, да? И я решила, что моя верность уже ему не нужна. И решила дальше продолжать жить, радоваться. И вышла замуж. Родила дочку. И родила сына. Но он так обрадовался сыну, он родился 16 декабря, у меня сын, что он пил до 11 июня. Полгода пил. Он такой радостный был. Вот. Пропил все из дома, все что можно. Начал с обручального кольца, кассеты, все. Потом, когда он пил, он был в неменяемом состоянии, он мог распускать руки. А жили вы у него? У меня. И там где... Нет, мы тогда уже квартиру как раз получили, он помог переехать. А сестра с мамой приехала в соседний подъезд. Я вот со всеми малыми к ним, когда распускала руки, ночевала у них в однокомнатной квартире. Жена в роддоме, он пьет. Очень характерно, конечно. Нет, жена в роддоме, надо подготовить все, что можно в доме. Когда он протрезвел? Шестеро детей у вас в общей сложности было. Да, но вот когда он протрезвел уже, уже стало адекватен, я говорю, все, мы подаем, я не могу. Потому что я не люблю запойных, я не знала, что он запойный, что такая радость будет. И вот на работе вы с женатым мужчиной, у вас тоже вот такая вот страсть вспыхнула? Потом, да, вот он был женат. И ровно за один раз вы забеременели? Один раз, да. И тоже решили рожать этого ребенка? Ну, это был, да, седьмой ребенок, это была моя лебединая песня. Вот. А сколько это? Сорок. Вы рожаете седьмого ребенка. Естественно, он тоже не помогает. Он разводится и приходит ко мне. И живет со мной. А, такая любовь. И сколько вы с ним живете? Восемь лет. А что потом, куда он делся? А, так как у него были больные почки, мы ходили на диализ, потом была пересадка почки. И вот после пересадки почки, четыре года, он у меня на руках дома, вот прям давление, и все, не спасли. Это вот первая смерть, которую я... А вот по поводу алкоголя и запоя, я знаю, что когда вот случилось горе такое у вас в семье, да, с мальчиком, с сыном, вы тоже пили беспробудно. Я пила, я пила вино, но подождите, вот, подождите, сейчас. Вот случилось несчастье с моим Пашкой, в восьмом году он умер. Через два года, в десятом году, случилась трагедия с сыном, но до трагедии буквально за месяц. На мой юбилей, мне было как раз 4 июля 50 лет, и на мой юбилей мне позвонил Сережа на работу. Тот, который уехал на север, на заработку. Да, да, через 23 года, по-моему, да. И он пригласил меня на свидание. У меня, конечно, стали падать все ручки, все папки, потому что сердце вот перехватывало дыхание только от его голоса. Мы вот встретились... Узнали друг друга? Конечно, конечно. 23 года, целая жизнь. Он такой красивый, с цветами посидевший. И мы молча смотрели друг на друга, и, понимаете, вот наши сердца, вот, разговаривали. Как он жил без меня, как я без него. И поняли, что это свидание при чувстве любви. И все, и любовь была у нас. Есть женщина, которая, как бы, если кто-то что-то солил, говорится, ушел, все, раз, всегда, забыла. А она, пожалуйста, позвонила с севера, опять вспыхнула любовь, опять... Ну, может быть, такое бывает. Никто не родился? К сожалению, нет. И сколько вы с ним прожили? Три года. И куда он делся? Умер. Умер тоже? Да. Четыре года назад. А вот он как раз, наверное, был дан мне в помощь, потому что я бы сошла... Он меня привозил на работу. Он встречал меня с работой, с бутылкой вина. Сразу наливал. Он распаивал, что ли? А, иначе я сошла сама, с ума бы. Вино, да, я пила вино. Нет, три-четыре. Он развалкоголичку делал. Роз, ну как можно пережить смерть ребенка? Ну, понимаешь, вот так и переживала, как могла. Нет, с холодным носом бы даже не задавала бы такой вопрос. Ну что же, милочка, значит, спивались, он вас спаивал. Ну, Роз, ну есть какие-то же вещи. Нет, все по-разному вообще-то. Как по-разному можно еще сказать? Ну, шестеро же осталось. Господи, ну... Нет, не шестеро осталось, а то, что там дети. Там дети. Вот благодаря им... Самое младшее сколько было? Сейчас, секундочку. В общем, он с вами нянькался. Десять лет. Он с вами нянькался. А что вы о них-то не думали? Ну, я же не говорю, что я приходила никакая и... Он вас няньчил. Да, он взял все заботы на себя. Он и готовил, он и стирал. Слушай, ну, потеря ребенка в любом случае для женщины, тем более уже в таком, наверное, серьезном возрасте, это всегда очень серьезная такая психологическая травма. А ты знаешь, Андрюш, мне кажется, здесь есть какая-то карма. Понимаешь? Как это не случайно. А вот у вас так, ну, татуировка что-то значит, что ли? Нет, это ничего. У меня дочка делает, занимается тату, мастер. А она просто тренируется на вас? Тренируется на мне, да. Это серьезно? Да. И вы отдаетесь дочери? Да, спокойно. Там просто прям разношерстная история. А первая татуировка появилась сколько лет назад? В 40 лет. 16 лет назад? Да. То есть это ничего не значит, да? Нет, есть вот, значит, имена детей. Андрюша, Миша, Миша, Мира. Это вообще азарт. Косточки, пуля. Это вообще... Ну, девчонка выбивала там что-то. Она просто, судя по всему, отдала под тренировки свое тело, да? Можно было. Открывала интернет, смотрела, опа, роза, да, давай набьем розу. Да нет, можно было спину отдать вам и тренируйте сколько вылезет на моей спине. Вы классический вариант, когда нужен мужчин для радости. По этому ты кого? Я, знаешь, а я вот того, кого в самом начале было и в профайле было озвучено. Я вам мужчину харизматичного, который такой же безбашенный, как вы. Любите, он татуировки делает, байк любит, пожалуйста. Не привязан ни к чему, собственно говоря. Будет он же вас, ваших детей любить, не знаю. Вот и радуйтесь вместе с ним. Вот я на вас смотрю, конечно, как на диковинку, потому что я ни разу на вас не похожа, нисколько. Но я допускаю, что вы проживаете свою собственную жизнь, что вы счастливы по-своему. Я не понимаю, кто должен быть рядом с вами, да, потому что у меня есть своя, собственно, такая установка. Поэтому, если вы находите какие-то выходы из положения, вот в любой ситуации, потому что уже на втором ребенке я стала тупить, когда вы рассказывали, да, мне уже хотелось рвать волос, ну, чисто по-человечески говорить, вы с ума сошли, что вы делали и так далее. Вы рассказывали, рассказывали, я думаю, да, вот как-то у вас все так ладно. Поэтому вы знаете, какой мужчина вам нужен. Вы его сегодня увидите, если он придет, да. Вы зададите ему те самые правильные вопросы, на которые он вам должен будет ответить. И пойдете ровно к тому, кто вам ляжет на сердце. Хорошо? Хорошо. Вам чуть подкорректирует сейчас Василиса по поводу звезд. Хорошо? А я прямо вот буду наблюдать. Ей просто нужен домашний мужик, который будет сидеть дома. Вот фактически... Подкаблучник. Не то, что даже подкаблучник, а ты знаешь, такой вот тихий, спокойный, невыездной человек, который будет просто создавать ей бытовой уют. У вас, конечно, удивительный гороскоп. Это, если говорить о любви, можно назвать словами и везет, и не везет одновременно. Точная позиция от сильного Сатурна к Венере. С одной стороны, она дает возможность в любви выплеснуться. С другой стороны, с вами рядом оказываются достойные мужчины, и недостойными их делает жизнь. У вас в ближайшие годы будет два момента, когда жизнь так приоткроет дверку и позволит зайти в новые отношения. Это 2017 год или 2020. Единственное, что вы 60-го года рождения, и я хочу сказать, что все люди, которые родились в этом году, они как бы заканчивают долгий, сложный, многотрудный период еще в следующем году. Плутон ходит по их Сатурну. Что это такое? Вы должны еще в течение года приводить в порядок свои мысли, отдать какие-то старые долги. Вы должны быть сами себе жестким цензором. Спасибо. Знакомьтесь с первым женихом. Молодец, пристроился сзади. Молодец. А еще движение вперед, резко. Раз. Молодец. А теперь ее можно ущипнуть. Вот так. Ай, я молодца. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр. Елена. Я очень рад нашей встрече. Это наше первое свидание. Я не знаю, чем оно закончится на самом деле, но я думаю, что я постараюсь сделать так, чтобы частичка моей души осталась у вас. И я думаю, что все равно люди не встречаются случайно. Правильно. Спасибо. Александр. 56 лет. Генеральный директор торгово-производственной фирмы. Обожает готовить. Катается на квадроцикле, снегоходе и моторных лодках. Ходит в походы и сплавы на байдарках. Гордится тем, что побывал более чем в 20 странах. Мечтает переехать жить в деревню. Всех своих жен Александр устраивал к себе на работу и по этой же причине с ними разводился. Надеется, что с Еленой он сможет найти общий язык. Здравствуйте. Здравствуйте. Что за нужда была такая всех жен брать к себе на работу? Чтобы такой тотальный контроль? Ну, вы знаете, это как бы была моя самая большая ошибка в жизни, которую я теперь осознал. Это было самое простое, когда вроде занимаешься самостоятельным бизнесом и думаешь, что человек, который близкий рядом с тобой, будет контролировать это дело. Вот семейный бизнес, да? Ну да, семейный бизнес. Кто поможет, как не свой человек, правильно? Разумеется, да. И кто не украдет у тебя за спиной. Ну, казалось бы, да, что это самый простой вариант, чтобы как бы сохранить. А вот я, кстати, и сейчас убеждена, что если бизнес, то только семейный обязательно. Ну, весь мир так живет. Мне кажется, что он даже подойдет ей, в принципе, вот по характеру как-то. Нет? Не кажется? Ты так не думаешь? Не думаешь так? Я даже не знаю. Это как ты говоришь, Лариса, это... И про работу. Работать, работу на дом приносить. Вот он и достал жену свою. Да. Ну, что вам не мягче? Слушай, ну, Александр же говорит, я осознал, Роза Раифовна, простите меня, пожалуйста. Что осознал-то? Хотите, я полностью поцелую. Ага, не надо. Не осознал. Сколько лет прожили, родили ли детей? Да. Значит, в первом браке я прожил 10 лет. У меня дочка от первого брака. И вот когда вы поняли, что уже это чистое производство в кровати, вы с ней расходитесь, женитесь второй раз? Нет. Сейчас, это она от него удрала, потому что я задолбал он дебитом, кредитом своим. Поняли, поняли. Девочки, вы меня это осуждаете? Это ребенок приходит и говорит. Психологический тест. Мама, папа. Девочки, с вами. Здравствуйте. И вот так вот. Мама, что это было? Что это? Папа. Сынок, я потом тебе объясню. Хорошо. Девочки, у вас все хорошо. Алло. Дай сюда. С ума сошли обе. Хорошо. Тяжеленько, наверное. Опа. Все оставили, начали жизнь с нуля? Да. Женитесь второй раз? Да. И там, что была большая любовь или... Ну, я не могу сказать, что была большая любовь. На самом деле, она меня нашла на сайте знакомства, если быть. Ну, хорошо. А женились и все по тому, по-прежнему сценарию? Ну, некоторое время. Только она уже кабыздилась, вообще не хотела работать. Вы ее прямо за ногу сталкивали с кровати и буквально пинком заставляли идти на работу. Ну, да. Можно сказать и так. Они подходят друг к другу очень хорошо. Подходят. Хорошо. Именно он тот... Он сияет прям, да. Он сияет, да. Он доволен ей. Он ее видит. Он ее чувствует, так? Вот. И он ей слова против не скажет. И на сколько ее хватило? На 8 лет. А потом она от вас ушла, но еще продолжала... Из работы, но продолжала с вами жить. А устроилась к какой-то девочке там. Ну, да. Ну, там была история, когда уже это... Это уже, на самом деле, уже все было там закончено. Это как бы явилось в последней капле, когда она предложила сказать, что я буду работать самостоятельно, независимо от тебя. И тут меня как бы перекрыло. Да, потому что вам было неприятно, что ваша жена и вдруг кого-то обслуживает, да? Ну, разумеется. И уже, когда вы окончательно повзрослели, вы поняли, что женщина, в принципе, должна зарабатывать только себе на шпильки и колготки, в лучшем случае. Да, на косметику. А все остальное мужчина. Да. Вот перед вами сидит невеста Елена, 56 лет, семеро детей, 9 внуков, 12 племянников. Ну, кстати, семеро не пола, а, кстати... На самом деле, у меня для этого есть все условия. У меня дома... Да, давайте посмотрим, какие ваши условия. Вот наши курочки, которые есть в золотые яички. А здесь у нас живут синие птицы. А это у вас загородный дом, что ли? Я там живу постоянно. Вот он, наш дом, во всей ее красе. Здесь, в углу, у нас притаился бассейн. А где эти птицы? Если ты вдруг захочешь огурчик, то они будут расти вот в этой теплочке. Это вот в Москве, да? Да, это очень близко. Входим в наш дом. Большая, красивая комната. Собаки еще. Камин. А кто вам готовит? Это второй этаж. Биллиард. Биллиард. Все возможности для полноценного досуга. В зарослях винограда. Маленькая баня. Дети приедут отдыхать, да, к вам? Там, вот прям на гильярном столе все. А вот барак. А на втором этаже. Барак, баня. Шутка. Где можно попить чайку после бани и помешать. Не, а мы очень, нам очень нравится. Правда, это? Есть в Главском парке тихий пруд. Мы прям со всеми, со всеми детьми туда. Это наши пруды. Внуками, смотри, как разарпов можно. Правда же там? А там есть шашлык. Правда? Это наше чудо-печка. Ну, да-да, нас управляется. Правда нас все устраивает? Мы прям со всеми родственными туда, детьми, внуками. Мы недолго погасим у вас. Послушайте, у внуков и у всех детей своя личная жизнь. Они все устроены, ваши дети старшие. Да, у детей тоже есть дачи у всех, да, и машины. У них у всех все хорошо. Как у меня, да. Понимаешь, Елена не погорелец. Она не приехала, там, и будет доброе, поможите, мы сами не местные. Нет, у Елены все хорошо. А что ты так решила, что я считаю, что это... Ну, ты так как-то мне показалась. После ее таких, всех вот, как бурных, бурной жизни, бурной жизни, ей, семейная, ей очень трудно будет, как бы, усидеть на месте. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция, либо тайна. Скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Какой же у него скелет в шкафу? А никакого. Несмотря, как бы, на то, что живу такую достаточно напряженную и буйную жизнь, я все равно сохранил свое реноме. И, к счастью моему, могу сказать, что скелетов не имеем. Сюрприз! Покажете? Покажете. Пожалуйста. Елена. Галя. Так, Еночка, давайте сюда. Значит, смотрите, простая ситуация. К нам приехало 50 человек. Неожиданно. И нам надо за короткое время, значит, чем-то их удивить. Я готовлю за одну минуту приготовить достаточно эффективные бутерброды, сэндвичи. Я думаю, что вы мне поможете в этом деле. Значит, что вы любите? Скажите мне, пока мы делаем это самое, вы мне расскажите, какие продукты больше всего вы любите? Мясо. Мясо, отлично. Еще? Все. А и специи? Все острые. Все острые, замечательно. Тогда, значит, мы сейчас постараемся приготовить такой веселый бутерброд. А вот мне просто интересно, зачем женщину, у которой, да, учить чего-то, учить готовить бутерброд? Если мы не планируем целоваться, мы немножко лучку положим. Правильно? Обязательно. Я не целую. Ну, мы положим так, мы положим на часть бутерброда, может быть, мы все-таки будем целоваться. Ну, они... Я не знаю пока. Так, теперь самое простое. Перчик. Перчик можно, пожалуйста, перчик. И теперь остался самый трепетный момент. Мы это должны красиво порезать. Раз. Два. Так, Леночка, помогаем. Опа, аккуратненько. Ура, ну теперь пробуйте. Пробуйте. Мадам. Давайте сюда, мы им это пробуем. Пробуйте. Так, мадам. Тарелка все. Да, и заодно тарелочка ветчины захватите. Легко. Здесь 50 человек, да, уже все. Ну, угодил, ну угодил. Ты посмотри, Каталья. Да нет, даже если бы он ветчину не принес, он уже угодил. Классный мужик, я тебе хочу сказать. Кушать вот она. Там кищевин. Ты посмотри. Нет, мы это не будем. Почему не будем, я буду. Спасибо вам огромное. Проходите в свою комнату. Вы потрясающие. Галин. Что можно сказать, накормить, накормить точно 50 человек. Видите, из одного бутербродика, как много и всех. Хороший характер, видно. Да. Добрый. Добрый. Не дурак. Да. Работящий. Хозяйство. Видела курочки. Искренней. В детстве на балконе выращивал. Искренней. Это да, это точно. Мне даже странно. Почему он по сей день один? А тебе не странно? Нет. Не пьет. Она недолюбленная. Вот истинно недолюбленная женщина. Ну, так это сейчас многие женщины такие. Конечно. Ну, это не ее беда, это не вина ее, это ее беда. Конечно, беда, беда. Но она хорошая женщина, понимаешь, ну, жалко ее, ее надо вытаскивать. Ну, вот я совсем не уверена, что он такой добренький, каким предстал перед вами. Он трудолюбивый, безусловно. И оппозиция Сатурна с Марцем, это такие трудоголики, которые считают, что они должны трудиться всю свою жизнь. Но и окружающие должны трудиться. И ты должна работать, обязана. Вот эта должна бежит впереди любви и впереди чувств. А сейчас он немножко... У нас вторую жену. А сейчас он пинком с кровати сталкивает, говорил, иди, Арбайк. Понимаешь, да? Потому что я же работаю, и ты должна работать, как ты можешь. Воспитание, советский человек. Понимаешь, сейчас это в целом отношения, в которых он не хочет перетрудиться больше, чем его подруга. Правильно делает, правильно, Руся? Да, имеет право. И женщина ему нужна. Но знаете, мои дорогие, такой мужчина харизматичным для женщин, мне кажется, именно поэтому он сейчас один и не засватан. Ну, и рядом с Леной не полк солдат, я тебе хочу сказать. Но он явно не намерен воспитывать женщин со вторым женихом. Понимаешь, на самом деле, с прошлой женой тоже был опыт, когда, так сказать, там было полно детей, и все приезжали ко мне, и как бы никто никого не отпрягал. Дети были маленькие, и у нее там не было напрямую. Ну, у тебя всегда хлебосольно было, поэтому, что тут сейчас говорить-то? Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Рустам. Позвучились. Вот, пошел. Рустам. Здорово, братишки. Как жизнь? Девушки. Жизнь прекрасна, даже когда тебе плохо. Ну, он очень хорошо выглядит, 65 лет, да? Да, да, да. Он достаточно такой спортивный. Да. Это чем вас должна была допить жена, что вы лучше на войну, чем в постель? Здесь много факторов сыграло. Меня мама воспитала, дай бог ей здоровья, еще в спартанском духе. Я также воспитал своих детей, а дети воспитывают уже внуков. Она мне привела любовь к аккуратности, чистоте, искусству, культуре. Папа воспитал оглоблей, приучил к тяжелому физическому труду. И поэтому я за чистоту, я буквально патологический. А она была засранка? Неаккуратная была во многих вещах. Меня это родило. Сколько детей родила вам? Двоих. Может, не успевала просто? Я помогал. Я чуть ли не каждый день делал генеральный убор. По нему видно, по его образу, по бородке, по усам, что... Аккуратный. Аккуратный, очень аккуратный человек. Сколько было детям, когда вы... Как, добровольцем пошли в Афганистан? Да, я добровольцем поехал в Афганистан. Это были 80-е годы? Это было конец 79-го года. Ну, то есть вы совсем ничего прожили, да? Мы прожили около пяти лет. И предварительно развелись или... Нет, нет. Но как-то созванивались, переписывались? Я просто не знаю, как... Переписывались просто. Переписывались. Да. И она вас ждала? Или вы сказали... Нет, она меня ждала. Там было двое детей, извините. То есть вы думали, что вы повоюете и вернетесь? Да нет, я... К ней. Я думал другое. Война, если война. Вот. И... Может, не вернусь, но зато... Как-то с достоинством, можно быть, все это дело преподнести потом детям. Я два раза падал на вертолете. Один раз взбивали вертолет. Попадал в окружение. Вот. Через минные поля проходил. Ну, самый один раз только на мине подорвался. Правда, падал со скалы очень высоко, да, и... А это где вы? Это Афганистан. Это в нашем лагере. Это знак 25 лет нашему полку. Вот наш лагерь. Он там справа, моя палатка стоит. Крайний самый. Палатчик. Это мы после операции в баню ходили. В каком звании пришли, вернулись с войны? В том же, в каком ушел. Прапорщик. Ну, здесь... Это мой командир. К сожалению, ушел из жизни. Прапорщик пошел на войну добровольцем. Да, это какой же выбор у него был. Мой брат служил на границе с Афганистаном, кинолог. Уже тогда, когда выводили войска. Страшное дело. Я представляю. Пришел, ничего не рассказывал. А он мастер спорта, биатлонщик. У него рука, как у меня голова, кулак такой. Он очень спокойный. Он не может ударить, он может убить. Кто бы его не выводил. И никогда ничего не рассказывал. Просто вот смурнел. Выпивал и смурнел. Уже потом рассказали, что его каска прострелена в нескольких местах. Там в красном уголке и все. Он лежал под прицелом. Несколько часов. Афганцы так издевались. Если бы он шелохнулся, его бы просто убили. Пришел контуженный, прогрессирует глухота. И года два спал на полу. Мой родной брат Виталька, Господи Боже мой, спал на полу возле кровати. Потому что тогда, ну ты его знаешь. Потому что если в случае обстрела, чтобы... Не было этого. Никогда ничего, да. Но он, конечно, вернулся другим человеком. Вот этот вот... Ах, война что-то сделала подлая. Мы же все вернулись другими людьми оттуда. Адактировались. Понимаете, вы знаете, что спасло? Конечно, вернулся в 90-е годы биатлонщик. Бегает, стреляет лось двухметровый. Вот чудьба. Но его ждала Людка, привет вам, из армии. И он сразу женился. Женился и сразу родилась дочка и все. Это его спасло. Его еще спасло, что он пошел не с бандюганами, а тогда это вот прямо он был сладкий. Он не пошел в таможню, потому что кинолог его приглашали. Он пошел тренировать детей. На нищенскую зарплату, тренер в школу. И вот то, что он этих детей, лыжник, он сколько подготовил ребят к сборной вообще, к олимпийской. А вас что потом держало? Вас что спасало? Вот когда вы уже вернулись, понятное дело, что другим человеком. Меня держала работа, институт, дети. В основном дети. Люди прошли такое безумие, котел такой. Вообще видно по нему, что жизнь, конечно, на войне проведенной она оставила нам вслед. И что стало толчком-то? Толчком стало, я просто однажды не вернулся, не смог войти домой. Ну можно было и тоже с женой поговорить и сказать. Так, я живу с тобой. В том случае, родители, если ты вот это прекратишь, этот срач в доме разводить, потому что больше не могу, а я тебе взамен вот там то-то, то-то. Пробовали так разговаривать? Не то, что разговаривать, я пытался ее убедить в этом, чтобы она привыкла к этой мысли, что я сделаю все, что угодно для детей, для семьи, для дома. Вот, лишь бы вот этот идеал был, какой-то элементарный порядок. А я вот просто там что-то не поняла. Значит, вы не могли в какой-то момент войти домой, да, и ушли. А можно посмотреть все-таки, вот видео у нашего героя есть? Может, все-таки живет где-то? Это особняк, я занимаюсь тронным заводчиком, которым мне предоставили. А что это? Здесь у меня все есть, все окружающие, холодильники, а что это такое? Это особняк, где я живу. Это ваш, да? Нет, это не мой, не гладил уже. Там его ночью выделили. А женщина вы куда приведете? Это поседшее белье, это летнее белье, это повседневное. Это ваши коробки, да? Да, это повседневка, это тот, это тот, это тот, это мой. Там прямо разница. Прекрасное кресло. Какое кресло, Лёлька бы моя прям за него на лево отдала. Я сделаю вот так вот. Не надо, у нее не надо. У меня и так черепа будет. Да что вы. И мебель тоже. А вы там свой, да? Похоже. Я там один из, так сказать, дневных управляющих. А это что такое? Это барахолка байкерская. Которую мы устраиваем уже. А у байкеров барахолки есть, да? А где же они все покупают? Нет, а все самые. Запчасти, мотоциклы продаются, экипировки там. В магазине, наверное. Была бы я моложе, лет на 20. Вам байкерша какая-нибудь нужна, у которой тоже Николай не паранет? Я бы сказала, Рустам, я ваша. Понимаешь, он такой немножко наивный по этой жизни. И с другой стороны, он просто открытый человек, которому другого, наверное, больше ничего не надо пока, по крайней мере, в этой жизни. Так она тоже молодец. У нее тоже скрытая, не случайно же у нее татуировка, у нее тоже сильный потенциал скрытый такой. Вы считаете, что у вас соседлая жизнь убьет? Сразу убьет. Поэтому у вас условие, что женщина, которую вы выберете, она должна будет принять, понять и полюбить ваш образ жизни. Вот мне кажется, Елена идеально бы подошла к вам. У вас есть два бонуса, свидание на дине и семейная традиция. Семейная традиция? Есть такая? Либо тайная? Ну, у меня семейная традиция, их основная, это закалка. Закалка? Мама у меня прямо с детства, она и сама занималась, ну как, не спортом, да, а зарядкой. И вас приучила. Вы сейчас горят? Проблем нет никакой. Смотрите, Елена волейболистка. Опа. Мама. Скажите, а вредные привычки, алкоголь, сигареты? У нас семейная традиция. Слушайте, не пью уже 18 лет. А курите? Я ее привил и дети, сейчас лет уже. Дети привили внукам, будем обливаться в огонь. Эх! И зимой тоже, да, понятное дело, обливаетесь? А зимой еще лучше, кстати. Медленно льет. С ума сойдешь, Саша. Нормально. Я после бани, на дачу так же. Подготовили сюрприз, покажете. А как же, выкатывайте. Давайте. Так, помочь подняться. Устаемся здесь. В нашем кругу принято, чтобы девушка была в экипировке. Полностью одета. Вот. Это перчатки. Косуха обязательно. Ну и бандана, естественно. Сейчас я ее завяжу. Без нее вот просто, это уже не байка. Все. Так. Так, как? Смотри, смотри, не шевелись. Раз, два. Высокий рост только, Саша. Да, да, да. Он высокий. А она не на ковлуках. Ну что, вроде бы катится. Крутиться не надо, так все видно. Да? Так, все заменит. Теперь, что мы посмотрим, как на байке все это выглядит. Прошу. А вы сможете в юбки-то залезть? Я-то смогу. У меня был мотоцикл. Я 350. Ну, это круто. Вообще прекрасно. Ну как, у меня права есть на мотоцикл. На категорию А. А и Б. Спасибо. Все прекрасно. Ну как, хорошо? Классно. Ну, да, да, да. Ай, трейм-форова. Что? Ну, ай, трейм-форова. Классно, классно. Газуй давай, газуй. Классно. Нет, я умею его водить. Цепление, тормоз, да. Скорость не тут. Ага. Вот так. Вот так. Что, если у себя крутой мотоцикл? Саша, у тебя что, уже мотоцикл? В свое время, да. Смотри. Спасибо вам большое, парни. Правда, порадовали. Дай бог вам всем счастья. Не разбейтесь, ездите аккуратнее. И вам долгие годы. Спасибо. Байкеры делятся только на две категории. Которые падали, которым предстоит. По-любому. Спасибо. Пало тоже воевал. Короче, если смерть, то мгновенно. Если рана, то небольшой. Это точно. Благодарю. Проходите в свою комнату. А мотоцикл заберете? Нет. Спасибо за подарок, парни. Походите. Галина, ну что, в такие руки отдавать не страшно? Страшно, конечно. Нет, ну она умеет кататься. Я тоже водить. Нет, а по-моему, у Елены это в самый раз. По-моему, на Елену произвел впечатление Рустам неизгладимое. Мне кажется, это в вашем вкусе. Вот вы здесь все про страсти. Представляете, как там будете вы дымить? Да, представляю, махануть бы от всех подальше бы, от детей, от внуков отдохнуть бы лет несколько. Вот это самое искреннее, что прозвучало за всю программу. Если тебя выберут, попробуй это, просто хотя бы пообщаться. Нет, пообщаться не проблема. Естественно. Я сделаю все, я ей покажу все. Рустам на самом деле относится к тем мужчинам, кому вы, как женщина, подошли бы. И он способен влюбиться именно в такую женщину, как вы. Он способен найти в вас сочувствие, поддержку, помощь. И вы про себя знаете, что вы способны включить это сочувствие и поддержку, поэтому боитесь уже себя сами. Потому что чуть-чуть ему нужно, определенно. Поэтому я считаю, что, конечно, он для вас представляет опасность. Вы способны пойти за чувством, пожалеть, влюбиться, но не получить в ответ того, чего хотели бы. Но у нас есть еще один жених, знакомьтесь. Добрый вечер, Елена. Меня зовут Александр. Очень приятно с вами познакомиться и пообщаться. Пожалуйста. Спасибо. Александр. 57 лет. Генеральный директор охранного предприятия. Майор в отставке. Увлекается авто и мототехникой, гоняет на мотоцикле. Любит дачный отдых. Предупреждает, что помогает родителям в Новосибирске. После 20 лет совместной жизни Александр понял, что их с женой связывали только дети. И решил развестись. Надеется, что с Еленой у них будет много общих интересов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Марина и Тамара. Вы дружите. Добрый вечер, ведущий. Давно? Мы коллеги по работе, да. Парчист в 80-х годах. Александр, конечно, вы не единственный, у кого разрушился брак после того, как дети выросли, вылетели из гнезда. Примеров тому уйма. А вот расскажите о себе, как у вас все это происходило? Ну, сами понимаете, молодые были, полюбили друг друга, поженились в 82-м году. В 83-м сын родился. Все было хорошо, прекрасно. Но я просто служил тогда в органах внутренних дел. С вами, знаете, все выходные отдыхают, а мы на работе. А до какого звания дослужились? До майора. Вот том не подходит? Нет, именно по характеру, потому что он, конечно, увлекается, но этот типаж, на самом деле, очень мне знакомый. Тихих, спокойных байкеров, которые свое откатал, поставил, пришел домой. Дети выросли, начались немножко претензии, как бы немножко. Какого рода? Ну, то, что поздно приходишь с работы, как бы, естественно, меньше стал уделять внимания семье. Это когда ко мне претензии, почему ты не дома, я говорю, а когда я дома, вы все по своим комнатам, лишь бы была называть. Вот я где-то там шуршу на кухне, понимаешь, они знают, что я дома. Не дозваться, не общаемся с детьми, понимаешь, они все сидят, но мама должна быть дома. Ну, в общем, дети выросли, к тому моменту у вас уже было две квартиры, вам было куда уходить, и вы сказали, да, столу. И вы, оставив ее в одной, ушли в другой. Ну, уход детей выявляет все то, что раньше было скрыто за той заботой. Конечно, они вроде вместе существовали, как-то друг друга поддерживали, а потом дети ушли, а они поняли, что осталось в голове место. Александр, ваши родители под вашей опекой, я правильно понимаю, сколько им лет? Да, значит, от матери будет на следующий год 80 лет, отцу 83. Дай Бог здоровья. Спасибо, спасибо. Ну, а вы как помогаете просто там? Отправляете там денежку или приезжаете, ездите к ним часто? Отправляем ежегодно. Я не знаю, что такое заграница, я не знаю, что такое Крым, хотя там родственники в Крыму живут и в Патторе. Потому что вы все свободное время тратите. Все свободное время, я у родителей, оказываю им помощь. Какой молодец, браво вам, прям молодец. Но они, если так могу сказать, они живут этим. Если вот там они, в первый Саша, он как-то пытался, не только пытался, а может наладить такой диалог, душевный такой диалог наладить, то здесь, мне кажется, она на него смотрит снисходительно, и типа того, если там окажется, что она выберет его, ты мой. Я правильно понимаю? Вы женитесь, вот вы же пришли на программу «Давай поженимся», ваша жена должна будет принять. Вот такие предлагаемые обстоятельства. А ей на кой вот это вот нужно? Объясните. Она там что будет сидеть? Ну вот выслушала она по 57-му разу, как они в 37-м году с папкой купили ковер, понимаете? Ну посмотрели они альбом, где вы маленький, писаете ему в калошу, понимаешь, папе. А дальше что? Ну что? Вы не представляете, я не знаю, если вы были в Сибири, если вы были, там, пожалуйста, ягоды, грибы, природа какая, там отдых. А она говорит, хочу море, рабочий, чай. Нет, Саша, это когда вы вдвоем, тогда и море, и грибы, и хорошо. А когда все выходные, ей как на каторгу. Может, он для Елене это все нравится? Пойдите лучше договорить, он свидание у вас есть, Ларис, можно? А я пока с Мариной, с Тамарой поговорю. Девочки, а вот у меня вопрос, он вообще шумная компания, вот детей-то тут, смотрите, сколько детей очень, он общительный очень. А отпуск у вас 28 дней или два раза по 14? Две недели, да, два раза по 14. Я даже не знаю, удивительно, я в Сибири, во-первых, не была, я очень хотела бы на Данью-Восток туда съездить. Но я предпочитаю море. Для меня море один раз в год, я обязательно должна с детьми или с внуками, кто из детей оплатит путевку, с кем я еду, бабушку берут с собой. Да, но это две недели, а две недели, может быть, и все-таки свою родину посмотреть есть. На сюрприз. Александр, сразу на сюрприз, я вас хочу отправить. Приглашаю вас на танцы. Думаете, я умею танцевать? Да, все умеет. Все умеет. А тем более, в нашем возрасте, мы должны все это делать, мы очень должны. Но вы все умеете? Нет. Когда я занимался танцем немножко, у меня показывали, вот рука, она очень обо многом говорит, который обнимает. Вот видно, что вот она, рука должна быть расслаблена, вот эта задняя. А у нее она так вот... Ну, напряженно. Почему не танцевать? Я люблю танцевать. Быстрый танец. Быстрый танец. Быстрый танец. Быстрый танец. Ну, да. Ясно. Молодые! Спасибо! Забирайте своего друга и проходите в комнату. Вы прямо улыбаетесь, Елена. Вам понравился, я вижу, Александр. Ну, я никогда не была в Сибири. Но отпуск делится на две части, по две недели. Так что можно на море, а вторую часть можно и в Сибирь. Она командир. Да. А в семье, вот, например, я не представляю, чтобы она над тобой командовала. Да нет, такого невозможно. Галина, как вам, Александр? Ну, мне кажется, она не сможет с ним так жить. Почему? Ну, потому что она эгоистка. Я-то ее знаю, она не сможет. Какая вы умница, я вас обожаю. Она его не отпустит. Молодец! Либо она его перестроит, либо они разойдутся. Молодец! Что вы не ходите здесь вот этими задами. Молодец, умница. Все правильно говорите? Да, девчонки, да не приезжайте вы за Сашку. Ты найдется быстренько, которая будет ездить и... Он просто говорит, что всю жизнь ни разу не был, понимаешь? Ему один раз свозить на море, он как увидит эту волну набегающую. Девушка в купальниках. Все, где те грибы в Сибири? Это разговор о том, что притираются привычками. Как я понимаю, Сашка, у вас совпадений нет. В целом, деву не переделаешь. Как бы я теоретически не предполагала, но это тот знак, который менять очень сложно, потому что их мир состоит из деталей, и все детали не поменяешь. Ты считаешь, что когда людям уже 57-56, можно уже 20-летних не переделать? Некоторые моменты можно подстроить. Тебе нужно мягче, понимаешь? Естественно, естественно. Чтобы так можно было слепить что-то для себя, понимаешь? Да, согласен. Роза, у тебя опыт. А что опыт? Многоцентная женщина выдавать замуж. А если она готова поменять, готова, скажем так, изменить свои, собственно говоря, привычки, подстраиваться под мужчину, причем под любого мужчину, как вы изначально заказывали, она же с Рустамчиком даже сможет жить, только она не собирается это делать. И мужчина ей как бы нужен, вот как я ее называю, мужчина-телевизор, такой же, как и мне. Надо телевизор посмотреть, включила, никому не мешает любую программу. Не надо, выключила. Рустам, мне кажется, идеален. Для вас вы смотрелись вообще в байкерских куртках, косуках, изумительно. Как она себя держит, какая у нее прическа, видно, что она аккуратная. Это большой плюс. Это самое, слов нет просто, да, самое 90% того, что вот аккуратность, меня уже, я приветствую всегда это. А там что, звезды? Ну, как я уже говорила, Рустам, это опасно для вас, мужчины, тем, что сила страсти и взаимной любви может быть слишком сильна и затмевает рассудок, чего в целом уже после лет 35, наверное, противопоказано. Слушай, ну я как-то себе с трудом представляю, что 65-летний дедушка, у него уже есть внуки, прямо в страстях губит молодую. Ну ладно, подожди, да, такое бывает иногда. Но чужие сторонки. Вот такое бывает, роковые страсти. Ну это хорошо, это хроника, это же все оборжутся. Значит, если вы не знаете, кого выбрать и нет идеальной совместимости, то выбирайте среди имеющихся мужчин либо тельца, либо деву. Это, я не могу сказать, что беспроигрышный вариант, но они, по крайней мере, серьезные, стабильные, постоянные, фундаментальные. Тельца у нас сегодня не сложилось, дева – последний Александр. Поэтому, несмотря на Сибирь и сибирские края, если выбирать, то его. А уже сложится, это зависит от того, сможете ли вы оба адаптироваться. В общем, смотрите, сколько людей, столько мнений, поэтому слушайте себя, мы в любом случае вас поддержим. Проходите. Кто не сталкивался с проблемой алкоголизма, тот вас не поймет. То есть, это сегодня тема ровно моя, не Розина и не Тамарина. Зашивались или что? Да, кодировались неоднократно. Я не пил самое большое время, 4 года, когда я был кодирован. Я предлагаю всем, выходите, давайте поддержим решение Елены. Сегодня у нас нет пары, и ничего страшного. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся, еще придете.